В Ангарском округе дан старт реализации проекта «Молодой избиратель». Его основная цель – повысить правовую грамотность у современного поколения. Для этого в округе пройдет ряд различных мероприятий. На них молодых людей познакомят с законодательством в Российской Федерации, расскажут о выборах и избирательном праве. Прийти, взять бюллетень и поставить галочку. Казалось бы, выборы – это достаточно легкий процесс. Но, как показывает практика, избирательным правом решают воспользоваться немногие. Свою гражданскую позицию активно проявляют в основном люди старшего поколения. Поэтому основная задача проекта «Молодой избиратель» – вовлечь в государственные процессы страны как можно больше жителей. Наша главная совместная задача – это правовое просвещение, повышение правовой культуры нашей молодежи. Потому что, на самом деле, она на таком достаточно низком уровне. И с помощью таких проектов я уверена, что мы сможем привить нашим детям чувство ответственности, чувство ответственности за свой выбор, за свое будущее, чувство патриотизма. Проект «Молодой избиратель» дает старт в Ангарском округе целому ряду масштабных событий. В плане более 200 различных мероприятий правовой направленности. Они будут организованы во всех культурных и образовательных учреждениях города. И, что важно, задействуются и те, кто еще не скоро достигнет избирательного возраста. Так в детских садах мальчишки и девчонки смогут выбрать президента группы. Для ребят постарше будут организованы викторины и квизы, где они научатся разбираться в политических процессах. «Ну, права и обязанности – две неразрывно связанные вещи. Это абсолютно взаимозависимые понятия. Если у вас не возникает представления об обязанностях, то не надо заявлять о правах. Вот просто для себя, по жизни определите. Это очень вам пригодится. Не только в избирательных вещах, вообще, в принципе, в жизни». Воспользоваться избирательным правом жители Ангарского округа смогут уже в ближайшее время. С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Оставить свой голос смогут более 177 тысяч человек, проживающих в городе нефтехимиков. В их числе и около 2000 молодых людей, которые впервые смогут воспользоваться правом внести вклад в будущее страны. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.